В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Открытие Центра обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Общество с ограниченной ответственностью» Дюртюли Мелеводстрой состоялось 11 декабря. Это первый подобного рода центр в нашей республике. Всех присутствующих на торжественном мероприятии ознакомили с работой центра. Рассказали о том, как в настоящее время отложена работа в нашем районе с вывозом мусора, количество работающей техники. В его работу входит обслуживание юридических и физических лиц, прием платежей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, актуализация базы. Центр работает в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу Азина, 28. В дальнейшем мы планируем открытие в каждом городе, в зоне деятельности, которую мы обслуживаем в качестве регионального оператора обращения с твердыми коммунальными отходами. Поэтому сегодня мы на данном центре планируем обкатать модель и в дальнейшем уже ее внедрять не только в городах, но и в муниципальных образованиях. Что позволит это? Ну, первое, это позволит быть ближе к потребителям, позволит им актуализировать базу данных, которые, к сожалению, у нас на сегодняшний день в силу разных обстоятельств не идеальны. Поэтому здесь потребитель может обратиться и сразу же получить изменения в самой базе. И более того, он может видеть эти изменения через компьютер самообслуживания, зайдя в личный кабинет на сайте регионального оператора. Потребитель также может оплатить здесь услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами без взымания какой бы то ни было комиссии, как это делается в банках. Также могут прийти сюда за заключением договоров, за получением актов в сферах, за получением счетов на оплату услуг юридические лица. Что тоже позволит нам существенным образом улучшить саму ситуацию с процентом заключенных договоров с юридическими лицами. Сейчас на данный момент Янаульский район и непосредственно сам город Янаул обслуживает наша организация. То есть до определенного момента здесь обслуживала подрядная организация. И вот сейчас полностью этот район обслуживаем мы. Мы открыли здесь базу, на которой 5 единиц техники на сегодняшний день находятся, и которая полностью покрывает потребности всего района. Мы предоставили некое количество контейнеров району, там где они отсутствовали, тем самым предоставили потребителям возможность не ждать машину по определенному графику, не для того, чтобы вынести свой пакет и положить в кузов автомобиля, а делать это не тогда, когда им это удобно. Крупногабаритные отходы, они в рамках твердокоммунальных отходов, да, это товары тратишь потребительские свойства, это старый стол, шкаф, диван, кресло, телевизор и так далее, да, то есть они выносятся на контейнерную площадку, в место, отведенное под складирование крупногабаритных отходов, ну и, соответственно, раз в неделю специализированные автомобили вывозят эти твердокоммунальные отходы на места их размещения. Вот, есть моменты, связанные со сломом домов, например, да, это те отходы, которые не входят в твердокоммунальные отходы, и в этой ситуации, да, потребители обязаны заключить договор, а с транспортной организацией, которая имеет лицензию на транспортирование этого вида отходов, если это не является пятым классом опасности, и они также транспортируются на полигон твердокоммунальных отходов, который расположен здесь, рядом с городом Янауль. Пилотный проект по предоставлению мер социальной поддержки детей в возрасте до трех лет в виде обеспечения продуктами детского питания начал свою реализацию и в Янаульском районе. Дегустация продукции молочной кухни состоялась 12 декабря. Попробовать продукцию были приглашены представители администрации района, детской поликлиники и родители. Молоко, творог, йогурт, кефир – вот те бесплатные продукты, которые сегодня могут получать малоимущие семьи. Для этого они предоставили необходимый пакет документов, заключили договор и получили молочную карту на имя ребенка. Продукция молочной кухни производится в Нефтекамске. Получать ее можно будет два раза в неделю. Излишки сможет купить любой желающий за наличный расчет. Директор предприятия Ильдар Сайгафаров рассказал, что молочная продукция предназначена для детей разного возраста. Сегодня право на получение продукции молочной кухни имеют 110 Янаульцев. Для молочной кухни мы получаем молоко из Балтачевска района. Ферма называется Акбар. Молоко поступает пастеризованное, гомогенизированное, нормализованное, 3,2% жертв. То есть мы с сырым молоком не работаем. Поэтому убирается очень много рисков из-за этого. Выпускаем мы йогурт, молоко, кефир, творог. Все для детей раннего возраста. Получено сельскохозяйственной регистрации. На вид деятельности творога с 6 месяцев, все остальное с 8. Технология, скажем так, отличается от, как уже повторюсь, от всех остальных молочных заводов по всей России. Именно с детским питанием мы работаем только с термически обработанным молоком. А беременные женщины уже в дальнейшем будут получать сельскохозяйственные? Да, с января, с начала 2020 года. Начинаем заключать договора и начинаем обеспечивать по всей Башкирии. 16 декабря стартует, скажем так, прием документов. На сегодняшний день заключено около 4 тысяч договоров по всей республике. По Янаулу конкретно не скажу, но вот все договоры, которые заключаются в Янауле, в Бирске, в Вертюлях, они свозятся на молочную кухню, заводятся на молочную карту, где-то около 400 договоров. При заключении договора мы выдаем индивидуальный QR-код каждому родителю. И, приходя на кухню, не предъявляют QR-код, у нас есть сканер, считывается, никаких документов, ничего приносить не надо. Тут же сканер распознает имя, фамилию ребенка, вид питания, сколько штук именно сегодня ребенок должен получить. Такое количество Дедов Морозов и Снегурочек одновременно на елочной площади нашего города еще никогда не бывало. Зажечь огни на главной елке города и забрать с собой эту сказку приехали все морозы района. Встречайте! Скоро Новый год! Посмотреть на то, как лесная красавица заиграет яркими огоньками, собрались все на улице. И взрослые, и дети. Предновогоднее настроение в ожидании чуда царило повсюду. На праздник съехались Деды Морозы и Снегурочки из всех 18 сельских поселений нашего района. Вместе с городским главным Морозом они отрепетировали проводы 2019 года. Герои праздника, а это символ уходящего года поросенок, Маша и Медведь, вместе со всеми Дедами Морозами и Снегурочками, играли, пели и плясали. Оказалось, что у каждого Деда Мороза, помимо самого главного, есть и другие любимые праздники. Новый год, Сабантуй, день рождения. Вам не жарко сегодня? Немножко есть. Будем проводить утренники, поле чудес, развлекательные мероприятия, викторены, литературные мероприятия. И снега будет много, и морозец ударит. Глава администрации района Ильшат Вазегатов поздравил всех собравшихся с наступающим праздником и с помощью волшебной кнопки зажег огоньки на лесной красавице, после чего все пошли водить хоровод вокруг нее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Деда Мороза верит до определенного возраста. А верит ли сам Дед Мороз в Деда Мороза? Сам до сих пор верю. Сертификаты получили. Дай Бог у себя хорошо провести Новый год. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всех благ, здоровья в Новом году. Мне понравилось, как выступали Дедушка Мороз и Свинья. Они там говорили больше всех. Еще мне понравилось, как они репетировали вот тут танцевали. И что они танцевали и играли в варежку. Мотор хазыр был. Елданил мотор. Шай. Узем кашпаваймин. Баларга. Елда. Узем кимнерал. Аллахашкар. Кашпавай была. Праздник зажжения огней на главной елке района продолжился. Больше всех ему радовались, конечно, дети. Спортивный турнир ко Дню Героев Отечества прошел в детско-юношской спортивной школе 10 декабря. В соревновании приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба «Батыр» и «Юн армия». Перед началом состязания ребятам рассказали о истории возникновения праздника, о тех, кому непосредственно он посвящен. Ознакомились с правилами турнира, после чего мальчишки приступили непосредственно к состязанию. Подготовленную полосу препятствий ребята должны были пройти максимально быстро, но в то же время оценивалось и правильное выполнение каждого движения. Задания требовали от каждого участника хорошей спортивной подготовки. Я хожу в «Юн армию» уже месяц. Сначала я хотел ходить, ну, нравится армия как подготовка, а хочу быть танкистом в будущем. Когда пойду в армию, останусь там, ну, подготовка хорошая. Хожу в «Юн армию» в 4-ю школу, к Ренату Фагимовичу. Идет он интересно, идет там еще и тэквондо. Идет у нас там стрельба. Учимся защищаться от ножей. Физподготовка. Занимаемся на турниках. Полоса показалась легкой. Алинат Фагимович, дело, ну, как сказать, хорошо делает, подготавливает нас к этому. На сегодняшний день мы чествуем героев Советского Союза, героев Российской Федерации, а также кавалеров Ордена Славы. Такие мероприятия, конечно же, для нашего подрастающего поколения полезны. Они учатся, я еще раз хочу повторить, любить Родину, мужество, так скажем, самоотверженности. Именно на примерах из жизни, из российской истории, а не именно то, что они смотрят в фильмах, которые сейчас больше пропагандируют западные, так скажем, ценности. А наши мероприятия, это именно наши, мы пропагандируем любовь к Родине. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжит мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» В студии Рустем Шарипов. Здравствуйте. 28 ноября у жителей села Себады неизвестное лицо похитило мобильный телефон. Лично совершившего преступление установлено. Им оказался житель Янаула, который совместно с потерпевшим распивал спиртные напитки. 29 ноября было получено сообщение о грабеже. Житель Янаула, разбив окно на веранде дома по улице Салавата Уилаева, проник в дом и похитил две куртки, бензопилу марки «Штиль» 400 рублей. Преступник уже задержан. В этот же день неизвестные лица, разбив окна, повредили крышу, забор, стены и потолок здания бывшего магазина в северной части города. 3 декабря с заявлением обратился житель Янаула с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо. Удалось установить, что потерпевшему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником Сбербанка. Разговор пошел о том, что к карту Янаула хотели взломать мошенники и необходимо защитить счета. Для этого потерпевший снял свои накопления, а это 80 тысяч рублей, и перевел на счет, который ему продиктовали. 4 декабря поступило анонимное сообщение о ножевом ранении. Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков житель Янаула 1991 года рождения нанес непроникающее резанное ножевое ранение в обыск правого уха Янаульцу 1989 года рождения. В этот день жительница с северной части города обнаружила пропажу с гаража. Неизвестный похитил велосипед марки «Стелс» красного цвета. В совершении кражи подозревается житель города 1989 года рождения. 6 декабря с заявлением обратилась жительница Ижевска с просьбой оказать содействие в возврате денежных средств. Сразу за ней с таким же заявлением обратилась жительница деревни Будья-Варяж. Обе положили деньги на один сайт, где, видимо, предлагалось увеличить доход. Обе остались без денег. Речь идет о сумме больше 20 тысяч рублей. 7 декабря житель Калтасинского района совершил дорожно-транспортное происшествие, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день был задержан водитель автомобиля «Ниссан». Гость из Чернушинского района Пермского края сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 декабря неизвестные через незапертую дверь под полу в деревне «Отлегач» совершили кражу ноутбука и двух банковских карт. Этого им показалось мало. Они нашли ключи от гаража в доме и прихватили с собой велосипед марки «Стелс» красного цвета. В завершение программы хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова